МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здрасте! А что у вас случилось? Пенсию не даю. Пенсию не даю? Да. Не выразительный. Совсем не на что жить, да, вам? Да. А сколько вам лет, как зовут вас? Не знаю. Сестьдесят три года. Сестьдесят три года, да? Я выразитель второй группы. Ну, хоть немножко-то накидывают вам чуть-чуть. Да. Но на жизнь хватает или еле-еле? Еле-еле. Еле-еле, да. Николай, а как вы относитесь к тому, что происходит сейчас? Плохо. Плохо, да? Плохо, ну, не людная эта война. Я больной. Максим, скажите, пожалуйста, вот инвалид, за моей спиной вот сидит мужчина. А таких много вообще в Стаханове? Много, очень много. И вот до такого состояния доведенных, которые просят милостыню, но может как-то вот не на коленях, а? Очень много людей. Как вы относитесь вообще к тому, что происходит сейчас? Отрицательно. Отрицательно? Ни пенсии не платятся. Не соцвыпаты ничего не платится. Ну, какой-то выход видите из этой ситуации? Присоединение к России. Присоединение к России, да. А перемирие произошло… Что скажете по этому поводу? По перемирию? Верите? Какое отношение ваше? Перемирие – это хорошо. Меньше людей будет не будет. Мирных людей. Сами в такси работаете, да? Да, сами. Как сейчас? С заработками? Вообще никак. Насколько тяжело жить лично вам? Слова даже нет. Тяжело очень. Очень тяжело. Семья, дети? Семья, дети. Жена, двое детей, родители, пожилые. Которые не получают ни пенсии, ни выплаты ничего. А какую-то помощь получаете? Гуманитарную, какую-либо еще? Я еще ничего не получаю. Ни рожу ничего не получаю. А родители? И родители тоже ничего не получают. Раз там пенсию выплатили, там, может быть, еще 800, То есть ни вы, ни родители, ни какой-либо помощи, ничего. То есть пенсию один раз родители получили, да? Пенсию, да, родители один раз получили, а так, ни гуманитарно ничего я не видел, но тогда. Ну вот то, что по телевизору показывают, что гуманитарная помощь сюда привозится, как вы считаете, что она привозится? Она привозится, говорят, да, привозится, а так я ее в глаза не видел. Говорят, где-то дают, но, в принципе, я стараюсь своими силами заработать, что-то. А к Украине сейчас у вас какое отношение? Вот к той власти? Какого может быть отношение к Украине? Никакого отношения к Украине нет. Вообще полностью. Никакого отношения. Здравствуйте. Вот мы находимся на городском рынке. Здравствуйте. Совсем в бедственном положении, да? Вообще. Сколько у вас ребятишек? Трое. Трое, да? И когда в последний раз что-то получали? Это была июль выплата. Детские давали и пенсии. Ребенок-инвалид, она не ходит у него. И вот 8 месяцев под обстрелами, под этим всем мы вообще из Степлогорска не отсюда. Вот тут день и ночь. Ну как, два раза в неделю выехали, чтобы только купить детям покушать. Хочу, чтобы дадут людям хлеб, сахар, чайок им, чтобы у них было хотя бы и суп. Помогали нам ребята, дай бог им здоровья. Помогали нам ополченцы, приезжали, привозили нам покушать, давали. Вот это вот спасибо огромное. Если бы не эти ребята, которые помогают, мы бы уже, наверное, давным-давно сложили лапки. Но дело в том, что детей кормить надо. А у меня дети не из тех, чтобы здесь когда-то стояли. Так вынуждены. Я не дам им умереть, а самый выход, самый лучший, взять веревку и повесить. Но это ж не выход. Оставить их, они кому нужны сейчас в наше время. Благодаря всей нашей власти, которая идиотизм устроила. Это не власть. Таких надо гнать от удовольствий и ставить туда нормальных людей, которые действительно соглашают, что тут творится. Мы их сюда не звали, они сами сюда привозят. Находимся в мясном. Находимся в мясном отделе. На рынке. Какую вкуснятину продают. Как торговля-то идет хоть чуть-чуть? Ой, плохо. Вообще, оно же все, бензин подорожал. Как торговля хоть идет? Какая там торговля, ребят? Да. Денег нет. Какая торговля? Надеемся на лучшее. Как будут деньги торговля будет. Совсем не на что жить. Пенсии нам не дают. Гуманитарку нам не дают. Столько в прогрессе сказали кушать. Туда запретили по паспортам. Паруса, алая паруса. Столовая социальная, да? Здесь, здесь дают только ячку. Только это дают им перловку. Больше ничего не дают. Если борщ дадут, то плавает одна капуста и чуть подкрашена. Больше ничего не дают. То есть не очень хорошо кормят, да? Нет, нет. Хлеб вот такие кусочки тонюсенькие, тонюсенькие по два кусочка. И живи как хочешь. Один раз поел и хоть вздыхай. Сегодня вторговала, не вторговала, все. Пришла домой голодная. Вот и все. Вот так и живем. А гуманитарную помощь, когда вы, вы сказали, получали, не получали? Получали только или в сентябре, или в октябре, вот и все. Надолго хватило продуктов питания? Ну, если они давали, то на неделю мне хватило одной. Одной. На неделю, да? На неделю. Ну и то у меня было еще. Что-то я перемешку так мешала. А вот Минские соглашения, вот перемирие последние, как вот к этим событиям относитесь? Я бы не хотела вообще этого перемирия. Я хотела бы, чтобы они их вообще вынули и загнали в саму Польшу. Вот это б я хотела. Вот это б я хотела. Потому что это перемирие ничего не дает. Они опять готовятся. Какое может быть перемирие? Они стараются поза глазами все делать, и это морочат голову, больше ничего. Морочат голову ребятам. Ну, а как вот народ вот к этому отнесся, ко всему, вот что вообще стало происходить в городе? Да ну, поначалу вот у нас, допустим, больше всего съехало народу, когда самолеты первые пролетели. Вот эти с ручками. Ага. И далее. То есть, тогда в большая часть сначала выезжать. А вот, когда уже бомбежка началась уже, ну, не такой наплыв для езда. Как-то поменьше людей. Может, уже спокойнее стали это все у нас принимать. Потому что, ну, я думаю, от судьбы никуда не денешься. А на сколько вообще меньше людей стало в городе? Ну, порядка. Наполовину, наверное, точно. А жертвы были вообще, вот насколько известно? Вот здесь, я знаю, девочка вот уж приемла с мамой в садика шли. Девочка с мамой, да? Да. А вот тут я не понял вообще. Вот такая собака. Ну, на тот день, по-моему, человек шесть, кажется, было. Это в каком месяце было? Это январь, думаю. Январь, да? Да. Здравствуйте. 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 А что такое? Хочу спросить, а работали здесь, когда произошла? Ну, конечно, работали. Были на месте, да? Да. И что случилось? Вот рядом с магазином упал снаряд, вот все повыбивало. Вы не пострадали? Ну, слава Богу, не пострадали. Моя напарница работала, успела выскочить. Все хорошо. А вы живете тоже где-то здесь, да? Ну, я на Южном живу, напарница вот в этом доме, который тоже пострадал живет. У нас был отличный магазин. Посмотрите, какое... Вообще ассортимента нету. Потому что мы не возим ничего. Это все, что осталось, да, у вас? Это все у нас после бомбежки. Куда восстанавливать? Может, нас завтра опять будут бомбить? А тут магазин у нас был крутой. Крутой. Тут было все. Тут у нас толпы людей именно за рыбой ходили. Мы коптили, у нас... ну, я не знаю. Ну, было очень страшно. Очень страшно было. Насколько меньше людей в городе стало на настоящем? На много. На много, да? На много. Очень много стало. Да не то шел половина, я не знаю во сколько уменьшилось. У нас всегда были очереди. Думаешь, у нас магазин такой по рыбе специальный. А сейчас очень мало людей. Очень. Я русский язык. Хай меня убьют. Я на нем разговаривала. У меня мама, папа с Орловской области. Мы тут все восстанавливали, как приезжали. Я всю жизнь говорила на русском языке. Я не против, чтобы на украинском говорили. Но так как нас вот тут гнобить начали, не знаю. Я против это. Вот, снимите тоже. Мы хотим мира. Мира хотим, да. Мы хотим мира. Мы больше ничего не хотим. Только мира. И мы, пожалуйста, чтобы наши дети не страдали. И мы тоже под бомбежками и бывали. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы уже слез сколько пролили. Пожалуйста. За что? За то, что мы хотим на русском языке разговаривать. Это наш язык. Потому что мы все сюда... Мои родители приехали после войны. Восстанавливали тут все. Папа на металлургическом заводе на Янакиском всю жизнь проработал. В 14 лет он и шел за фронтом. Он участник войны. Ему 14 лет было. Он восстанавливал все мосты, когда уходило. За что нам это все? Вот за что? Честно. За что? Просто то, что мы хотим на своем языке разговаривать. Я хочу 9 мая. У меня папа. У меня дед погиб. Бабушка погибла на войне. Мы хотим 9 мая праздновать. И нам его отменили. Почему я должна его не праздновать? Это вообще жесть какая-то. Вообще. Я не знаю. Они хотят единую Украину. А зачем они начали с того? Вот с того. Кто все это начал? Они же начали кричать. Украинский язык. Праздники отменить. Мы бы и жили бы так бы. Янукович пошел. Пошел на Попятую. Он написал. Переизбрали бы ихнего. Но если бы мы только. Наши права бы. Вот тут бы были бы. Русский язык и наши праздники. Все. Все. И мы бы жили в единой Украине. А какая теперь единая Украина? Сколько они нас тут уничтожили? А какая? Какая? Какая уже единая Украина? А вы посмотрите что они делают. Вот даже сейчас. Уже наши отводят. Все. А что они делают? И мне нравится как они говорят. Это сами себя сепаратисты бомбят. Тут ходят все. Вот у меня. Вот ополченцы. И мы что? Сами себя бомбим. И они свои семьи бомбят. Да? Видно как город. Как мы живем. Как мы живем здесь. Ну что есть. Вот снимают. Скажите. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Семьи распадаются. Люди уезжают. Школы все пустые. Что хорошее. Люди гибнут. Да. Ничего хорошего. Это все. Они в свою роду все делают. Людей они не считают. А что это раньше нельзя было. Когда пять тысяч уже нас тут погибло. Это раньше нельзя было. Минские эти соглашения сделали. Да вроде больше уже даже говорят. Даже больше. Это просто так говорится. А украинские сколько погибло. Вы думаете. Вот я стою я по телевизору. Я не плачу. Что там матеря плачет. У меня сын тоже 30 лет. Я плачу. За теми плачу. За украинскими плачу. Потому что там тоже матеря сына. Зачем это все надо было сделать. Это нельзя было все мирно решить. Ведь мы тут проголосовали референдум. За что мы голосовали. Мы полномочия федерация. Но в составе Украины. За это нас убили. За это нас убили. Мы не отделялись от Украины. Ведь мы не отделялись. У меня внучке 4 года. И мы ее прячем. Везем то туда забомбили. То в России. То в Луганск. Зачем это надо. Она не понимает. И мне говорит. Бабушка это что гром. Гром Лизочка. Гром. Какой гром. Это снаряды рвутся вокруг. У моего ребенка начинают бомбить мое дитё. Ну как шугается одним словом. Потому что она. Не знаю. Понимает в этом возрасте. Не понимает. Салют. Не салют. Но она говорит. Мама в туалет. Потому что в нашей квартире. В комнатной. Более безопасной местной. Это. Ну как. По нашему мнению. В туалете не украли. Потому что. Да. Хотя бы что посколками. Не окнами. Не посекло. Ничего. Мы прячемся в туалете. Вот ребенок. Мама в туалет. А от бомбежи квартира ваша пострадала? Нет? Наш дом пострадал. Но наши окна выходят на другую сторону. Но нам более-менее, грубо говоря, повезло. Угу. В подъезда пострадал. Сосед наш. Инвалид. Дедушки. Я не знаю сколько ему. Да. 70 лет. 70 лет. Он инвалид. У него. Его дети живут в Свиродонецке. Выехать сюда теперь не могут. Угу. Надо получать там. Пропуска. Он не ходячий Соседи помогают У нас в подъезде 3-4 квартиры живущие Все остальные съехали После 21 числа Как забомбили У него окна Пострадали окна Ему голову пробило Вот в этой квартире Дедушка живет Вот это где окна пленочкой Это вы ему помогали Нет, я в тот момент была на работе Когда проведен шоу Мой муж был с ребенком дома Я с работы пришла Ему сосед наш с верхних этажей Помогал забивать Да я нормально Я вот так посижу Скажите пожалуйста, а сколько вам лет? 75 75, да? Дома находились вы, да? Когда все произошло? Да, дома я находился Начал взрываться Я пошел на кухню А нож Так бахнет Стекла Крещатые И меня стеклом Значит Куст пола этого И по голове Я, так сказать Трошки Зашумело В голове Попробовал А ну Кров И Капает Добрять А что рассказывает Это кто-то соседи Или кто-то Санитарную Двое девчат Пришли А ну-ка Ой, у вас Могут там Стеклышки остаться Пошли в больницу А я ж вот Костыли у меня Я говорю Я не дойду до вашей машины Да Ну Вы поможете Соседи Туда-сюда Оттерли меня Так сказать Засунули На 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 Силку И в больницу Это Соседка Приехала В Уганске Была Ну Увещали А это Приехала Что тебе надо Говорю Да лекарства Надо Приехала Ничего Лекарства Нет И как Она Положила Эти яблочки Две штуки Там Сколько Погибло Сколько Коллег Там Мы что Не плачем За имя Мы плачем Точно так Я точно Мать У меня Сыну 30 лет А там 30 летних Сколько Поубивало Вот Сколько Поубивало А сколько Теперь Девчонок Будет Которые Замуж Не выйдут Потому Что Не за кого Будет Выходить Сколько Будет Нерожденных Детей Которые Родились Если Все Было Нормально Когда Бомбили Вы дома Находились Дом Пострадал Ваша Квартира Непосредственно Ну Подъезде Окно Повылетали Сильно Испугались Очень Очень Да Очень Никому Не пожелай Мы только Хочем Мера Пожалуйста Спасибо за субтитры Субтитры создавал DimaTorzok